Ситуация стандартная. Инспектор останавливает машину для проверки документов. А вот развитие у нее уже от шаблонов отличается. Водитель предъявляет СТС свидетельство о регистрации транспорта. Не в печатном, а в электронном виде, как QR-код. Электронный СТС инспектор сканирует специальным приложением с планшета. Здесь, как и с обычным QR-кодом, кто ходил по торговым центрам, поймет. На дороге так же. Система сканирует код за секунду и сразу же выдает результат. Документы в порядке. Да и лишние бумаги предъявлять не надо. Да нет, это буквально три минуты. То есть установил приложение, через госуслуги там зарегистрировался и все. Вводишь, там уже автоматически определяется и твое водительское удостоверение, и связь с твоей регистрацией, и транспортные средства, которые за тобой зарегистрированы. И все. Потом просто нажимаешь кнопку «Предъявить СТС» и все, оно показывает. Пока приложение в стадии тестирования. Называется оно «Госуслуги авто». Скачать его может каждый. Приложение само загрузит данные из базы ГИБДД. Но, как в крылатом выражении, есть один нюанс. В настоящее время приложение работает в тестовом режиме, и наличие оригинального документа обязательно. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 правил дорожного движения, где определен перечень всех документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции предъявлять для проверки. Показывать QR-код – не единственная функция тестового приложения. Оно ищет и помогает оплачивать автомобильные штрафы, проверяет автомобиль на наличие ограничений, записываться на регистрацию авто, получить или заменить водительское удостоверение. Пока, конечно, это все апробация. Однако не исключено, что скоро в таком режиме автоинспекторы будут работать постоянно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.